Сочи готовится отметить день рождения. В этом году главной темой станет год кино. В адлежских селах уже газифицирован 551 абонент. В помощь жителям по поручению мэра развернуты специальные штабы. Вооруженные силы России пополнят 330 сочинцев. Сегодня в армию отправились 24 призывника. Пилоты кольцевых гонок поборолись за кубок страны в Сочи. Миджет 2Л собрала 17 участников. Кубанскому казачьему войску исполнилось 320 лет. В Гулькевическом районе в честь праздника казаки и кавказского отдела прошли парадным маршем. Поздравить их прибыл глава региона Вениамин Кондратьев и атаман Николай Далуда. По словам губернатора края, время, когда казачество воспринималось как элемент фольклора. Уже в прошлом сегодня казаки должны стать реальной общественной силой. Сегодня быть почетно наследником казачьего рода. Это честь сегодня жить, трудиться и служить на этой земле во славу Кубани и на благо России. Казаки как часть культуры далеко в прошлом. Сегодня казаки должны стать реальной общественной жизнью в нашем крае. Никто, кроме нас, казачество современным не сделает и экономику не создаст. Только вы сами можете быть примером в реальной жизни для каждого, мальчишки и девчонки. В свою очередь Николай Далуда отметил, что испокон веков казаки служили отечеству. Главной задачей это остается и сегодня. Мы сейчас несем с вами все виды государственной службы, которая определена в федеральном законе. Все и охрана общественного порядка, и охраняем государственные границы на 15 пограничных заставах, и занимаемся природоохранными мероприятиями, и ликвидируем последствия чрезвычайных ситуаций. И нигде казак не дрогнул. Отличившихся казаков Вениамин Кондратьев и Николай Далуда отметили медалями, а после официальной части глава региона и атаман Кубанского казачьего войска посетили курени. Их развернули на площади у дома культуры районные казачьи общества. Сочи готовится к своему главному празднику – День города. Сочинцы и гости курорта будут отмечать с 18 по 21 ноября. В этом году он пройдет под эгидой Года российского кино. Какие мероприятия и подарки подготовлены, расскажет Татьяна Говоркова. В подготовке и проведении Дня города задействованы все работники мэрии, специалисты социальной отрасли, представители общественности и бизнеса. Но День города – это праздник сочинцев и для сочинцев. Таков основной посыл торжества. Поэтому все события и акции рассчитаны как на молодежь, так и на людей старшего поколения. День города – это праздник самого города. Это значит отдельной семьи, отдельного дома, отдельного подъезда, отдельного двора. Да, естественно, это дизайнерское оформление улиц, парков, скверов. Наш город, он самый зеленый. Наш город имеет очень хорошую городскую среду. Но нам просто необходимо это все привести в порядок и приумножить. А сохранить и обновить зеленый наряд курорта можно и нужно, проводя субботники и экологические акции. Они как раз и станут важной частью празднования Дня города. Каждый сочинец сможет посадить дерево или кустарник. Районными администрациями уже предусмотрены специальные места и закуплены саженцы. В Эмеретинке, например, будет высажена аллея эвкалиптов. У нас вызваны ряд школьных лесничеств, детских садов, школах. У нас проводятся акции постоянно, выставки картин, детских рисунков всех. Я с удовольствием мог бы только пообещать о том, что работники парка, то есть жители города Сочи, которые относятся к парку, а их немало, достоинством отнесутся к празднованию этого города. Мы будем участвовать и поддерживать высадки этой аллеи. Озеленить город предложено и предпринимателям. Они же должны позаботиться о праздничном оформлении витрин. Обновятся и городские клумбы. Планируется высадить более 450 тысяч сезонных цветов. А вот о красочном оформлении придомовых территорий должны подумать жители. Кстати, ежегодный конкурс на лучшее благоустройство уже стартовал. Победители будут отмечены во многих номинациях и получить приятные подарки по силе каждому. Талантливые сочинцы могут сочинить стихи, песни и сделать фото любимого города. Заявки нужно оставлять в Управлении культуры или в соцсетях под хэштегом «Твой день города». Итоги конкурсов подведут 18 ноября. Победители смогут позавтракать с главой города. В рамках празднования Дня города будут отмечены не только самые талантливые, но и самые спортивные, дружелюбные сочинцы. Состоится отчествование семейных династий, молодожен и юбиляров. Что касается мероприятий, то они пройдут во всех районах Большого Сочи. Это выставки, концерты, молодежные квесты, бесплатные показы кино. Праздничную программу подготовили и рестораторы. Свои лучшие блюда они представят в фойе Зимнего театра. Подарки есть и от мэрии. На улице Новогинской появится колокол всемирных хоровых игр в Сочи. В сквере у музыкальной школы номер один установят бюст Шмелева. В Адлере откроется новый сквер. В Хосте – подвесной мост через реку. А в Лазаревском – экстрим-парк. Ну а непосредственно в день города 21 ноября состоится праздничное богослужение и крестный ход. Шествие проследует от храма Михаила Архангела по улице Орджоникидзе до площади Южного Мола. Подробная афиша праздничных мероприятий появится в ближайшее время в общественном транспорте, СМИ и в сети интернет. В сельских округах Сочи уже газифицирован 551 абоненты. Это статистика по Красной Поляне, Нижнешиловскому, Кудепстинскому и Молдовскому сельским округам. И эта работа продолжается. Как и прежде, в селах работают штабы, которые организованы по поручению главы города. А там подробно рассказывают об условиях подключения к новым сетям. Слово Ольги Десятовой. Я в календаре даже отметила, 7 октября нам дали газ. 7 октября, говорит жительница Нижнешиловки Кнарик Чевчиян, теперь в их семье праздничная дата. Этого дня здесь ждали многие годы. Я здесь живу с рождения, я здесь родилась. Отапливали мы всегда дровами, углем. Но пока не пришел в наш дом этот прекрасный, прекрасное голубое топливо. С приходом газа жить стало легче, рассказывает Кнарик. Кипятят чай и готовят теперь на газу. Большой дом теперь тоже отапливают газом. Установили специальный котел. Баллоны – это привозной газ, которым мы пользовались. И вот мы с этими тяжелыми баллонами прощаемся. Попрощались с баллонами и дровами и в этом доме на улице Нагуляна. Благодаря голубому топливу, говорят хозяева, теперь будет проще развивать семейный бизнес. Здесь выращивают и продают цветы. Сейчас семья строит новые теплицы. Цветоводы надеются в будущем отапливать их с помощью газа. Сейчас, конечно, не сравнить. Это такое счастье. Газ я только представляла, что печку подключаем к печке и все. А отопления вообще не представляла. Даже оно оказывается – это счастье. Счастье пользоваться природным газом в Нижнешиловском сельском округе уже обрели жители около ста домов. Работа идет активно. У нас по поручению главы города также продолжают работать штабы. Представитель Сочи Горгаза приходит к нам в сельскую администрацию. Население приходит, пишет заявление на получение технических условий. Штабы по приему документов на выдачу технических условий на газификацию продолжают работать в Нижнешиловском, Кудепстинском и Молдовском сельских округах, рассказал на встрече с главой города Анатолием Пахомовым его заместитель по ЖКХ. Это очень социально важная инфраструктурная работа, подключение к газу. Все-таки вышли из правового тупика и в судебном порядке. Межрегионгаз принял в эксплуатацию те трубы, которые были построены в наших 28 селах. И сегодня стоит задача о том, чтобы наши жители, собственники жилых помещений подключились к газопроводу. До конца года по упрощенной схеме можно это быстро все выполнить. То есть первичные документы на землю, технический паспорт на дом и все, больше ничего не нужно. Получайте разрешение на технические условия, выполняйте проект. Надо сказать, тех условия выдают абсолютно бесплатно. Этой возможностью уже воспользовались более 2000 домов. В целом же город Сочи уже газифицирован на 86%. Следующий этап – газификация северной части Лазаревского района. Ольга Десятва, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, Максим Кавригин, телекомпания «ФКТ». Константин Затулин провел первую встречу с сочинцами после выборов уже в статусе депутата Государственной Думы. Как известно, на свое первое пленарное заседание новый депутатский корпус собрался 5 октября. В конце каждого месяца в графике у депутатов встречи со своими избирателями. Константин Затулин показывает свое депутатское удостоверение. Есть у него и значок депутата, а вот с кабинетом здания Госдумы пока еще неопределенность. Но это не столь важно, отмечает депутат. Закреплена должность. Он первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Ну а самая важная работа – это решение проблем жителей Сочи. Как и в предвыборный период, так и сейчас в приемную депутата поступает очень много обращений. Очень серьезный вопрос, который начал был прием, это будущее Мамайки, судьба той школы, которая должна быть построена наконец-то на Мамайке, судьба всяких других объектов на этой территории. Там накопился большой комплекс проблем. Мамайка у нас такой очень популярный для застройки район. Эта застройка временами создает проблемы, они решают их. И вот по результатам этого приема, конечно, будут мои обращения к главе города. Вот на приеме жители Олимпийского парка. Так получилось, что 9 домов с улиц Лебединская, Оранжевая, остались неподключенными к газу. И теперь за свой счет пытаются провести магистральную трубу. Просят депутата подключиться к решению проблемы. А представитель с улицы Таврической говорит о том, что в краевую программу газификации их дома вошли, а газа так и нет. Константин Затулин тут же набирает номер телефона генерального директора Сочи Горгаза и выясняет причины. Мы надеемся, что Затулин, Константин Федорович, решит наши вопросы. Потому что видно, что человек вникает в проблемы каждого, старается помочь. И поэтому мы думаем, надеемся на лучшее. Ну а самым главным своим предвыборным обещанием Константин Затулин считает включение Сочи отдельной строкой в федеральный бюджет. Город Сочи, конечно, нуждается в отдельном финансировании, возвращении той строки общего государственного бюджета, которая существовала в советский период на развитие города-курорта Сочи. Сегодня такой строки в этом бюджете нет. Приемная Константина Затулина находится на девятом этаже торгового центра Александрии. Здесь депутат Государственной Думы и будет пока проводить приемы граждан в конце каждого месяца. В планах на ближайшее будущее открытие дополнительных приемных как для сочинцев, так и для жителей Белореченского и Абширонского районов, входящих в Сочинский избирательный округ. Сочинский филиал РУДН и Университет Палермо договорились о сотрудничестве. Сейчас делегация из Италии находится в Сочи. И сегодня уже состоялась первая встреча с руководством РУДН и студентами в рамках трехдневного визита. История сотрудничества Российского университета дружбы народов и Университета Палермо, одного из крупнейших в Италии, началась еще в 2009 году с подписания соответствующего соглашения. Тогда договорились об обмене студентами, и эта программа успешно реализуется уже несколько лет. Но на этом решили не останавливаться. В эти дни в Сочинском институте РУДН проходит целая серия встреч с делегацией из Палермоского университета. В повестке дня – вопросы экологии. По словам профессора Валерию Агнеси, Сочи и Сицилия схожи по географии и климатическим условиям. А это значит, что есть общие экологические проблемы, которые можно решить общими усилиями. У нас в Палермо есть определенные экологические проблемы в прибрежной зоне. И я могу предположить, что подобного рода проблемы есть и в Сочи. Также нас очень волнует вопрос сотрудничества в области управления лесным хозяйством. В Сицилии, как и в Сочи, есть несколько национальных парков, которые требуют особой защиты. Перспектива совместной деятельности очевидна, считают обе стороны. Это и развитие научного сотрудничества в вопросах охраны окружающей среды, и участие сочинских студентов в летней школе, которая организована в Италии. Второе – это обмен студентов и получение второго диплома. Потому что такая программа в РУДН уже не первый год работает, и не первое десятилетие. Поэтому наработан у нас хороший опыт, когда студент имеет возможность получить и диплом российского университета, и диплом Палермо университета. Это тоже очень важно. О том, что дает такое международное сотрудничество, обсуждали уже со студентами и преподавателями сочинского института РУДН. Надо сказать, программа пребывания итальянской делегации в Сочи очень насыщенная. Это и круглые столы по вопросам экологического содружества, и многочисленные экскурсии. В числе запланированных – посещение Кавказского заповедника, НИИ медицинской приматологии и Дендрария. По итогам трехдневного визита планируется подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве вуза в Сочи и Палермо. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. За время осеннего призыва вооруженные силы России пополнят 330 сочинцев. Сегодня в городском военкомате состоялась торжественная отправка первой группы. Это 24 призывника. Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится вплоть до 31 декабря. В армию ребята идут как по долгу службы, так и по контракту. Первых за год вооруженные силы Российской Федерации отправляются 700 человек. Контрактников набирается порядка 100. Сегодня же в рамках осеннего призыва в армию провели 24 призывника. Четверо из них отправляются в президентский полк. На сегодняшний день у нас есть план, что мы должны поставить войска 330 человек. Мы готовы это сделать. Практически все рода и войск мы охватываем. Все рода и войск. Вот сегодня у нас ведет основная масса в сухопутные войска. И в основном идут служить по южному военному округу. Как показывает тенденция последних нескольких лет, юноши в армию идут по собственному желанию, отмечают в военкомате. Давно ждал этого события и Владимир Бикмухамедов. У юноши боевой настрой со своей физподготовкой. Владимир занимается альпинизмом, борьбой и дайвингом. Он рассчитывает попасть в достойные рода войск. Во-первых, отдать долг родине. Очень хочу. Все служили, отцы, братья, друзья. И я хочу, пришло мое время, я очень рад. Просто с удовольствием отдам и жизнь отдам за родину. В самом же Сочинском отделе военного комиссариата грядут перемены. С 1 декабря по решению генштаба и в рамках реорганизации военкомат в городе будет один. Ранее адлерский отдел считался самостоятельным. Теперь основная часть сотрудников перебазируется на улицу Кирова. На Горького же останется лишь отделение призыва. Пилоты кольцевых гонок поборолись за кубок страны на Сочинском автодроме. Автогонка «Миджет 2Л» в минувший уикенд собрала 17 автогонщиков. Посмотреть на захватывающее состязание в новой для России серии заездов, а также наградить победителей на Сочи автодром прибыли многократные олимпийские чемпионы страны. Впервые кольцевые гонки российские зрители увидели в рамках «Формулы-1». Тогда серия «Миджет» была гонкой поддержкой Гран-при России. Теперь это отдельный вид соревнований, в котором могут участвовать как профессионалы, так и любители. Важно здесь и то, что у спортсменов равные условия. Все автомобили одинаковые. Заднеприводные с двухлитровым двигателем. А в моторе этого гоночного прототипа 230 лошадиных сил. Поэтому отличиться можно только благодаря мастерству. И возраст здесь не помеха, отмечает 57-летний участник Кубка России. Конечно, физически мне труднее. То спина, то не спина. Глаза, зрение, линзы, пыль, песок. Все это, конечно, влияет. Но! Но, видите, мы не сдаемся. И результат квалификации сам говорит за себя. Четвертое место. Ну, это очень-очень-очень достойно. Наверное, многие не ожидали такого. 28-летний гонщик из соседней Абхазии Дмитрий Гвазава пока ближе к серии любителей. В миджет он перебрался из прокатного картинга. Несмотря на небольшой опыт, здесь он один из лидеров. И перед стартом делает пророческие прогнозы. Здесь, в миджете, я дебютировал в этом году. В общем, за счет иду на втором месте. И вот эта финальная гонка будет решающая, кто станет обладателем Кубка. Я или Алексей Горачев. В первом заезде сочинская трасса действительно привела Дмитрия к финишу вторым. Лавры победителя достались Алексею Горачеву. В этом году это уже шестая победа у меня из семи гонок. Будем стараться и в следующей гонке одержать победу. Но единственное, что сейчас будет интересно, у нас будет реверсный старт. Я приехал первым, теперь во второй гонке буду стартовать шестым. Дима приехал вторым, например, он будет стартовать уже пятым. Будет много интересной борьбы. Гонка обещает быть очень зрелищной. В зрелищности, как и обещали пилоты, кольцевые гонки действительно не уступили ведущим мировым автоспортивным соревнованиям. Были на трассе и аварии, и потеря запчастей. В итоге же призеры первого заезда поменялись местами, и обладателем Кубка России стал абхазский гонщик Дмитрий Гвазава. Поддержали же спортсменов-экстремалов олимпийские чемпионы России. Хоккей – это тоже такая мужская игра. А здесь тоже – это скорость, это адриалины, это соревнования. Для меня тоже большая честь, потому что настоящим мужикам буду вручать этот парень. Поэтому пришел, получить удовольствие, специально приехал для этого. Организаторы пророчат Миджет серьезную перспективу, ведь данный класс, ко всему прочему, считается сравнительно недорогим. Здесь еще и гонщики-любители, которые за этот сезон выросли до уровня гонок на Сочи-автодроме. Это очень здорово, они гоняют не на дорогах общего пользования, а именно здесь, в Сочи. Это один из важных результатов популяризации такой серии, как Миджет. Для нас на самом деле очень отрадно, что наш автодром сочинский живет не только, когда здесь проходит королевская гонка «Формула-1». Уверены, что как и гоночная трасса, так и вся инфраструктура городская полностью готова к проведению таких мероприятий. Все это работает, самое главное, эффективно. И в дальнейшем будет позволять, как и содержать гоночную трассу, позволять, так и привлекать в город Сочи дополнительных туристов, особенно в межсезонье. Количество мероприятий на Сочи-автодроме будет только расти, ну а королевские гонки 2017 удивят всех новизной. Будет много особенного и неожиданного, заявляют промоутеры. Ивановский текстиль вновь в Сочи. Самого высокого качества постельное белье, подушки, одеяло, покрывало можно приобрести на ярмарке в выставочном центре на Несебрской. Два раза в год, весной и осенью, сочинцы могут приобрести текстиль из Иванова. А это, как известно, ведущий текстильный центр. Вся ивановская продукция высокого качества, разнообразие тканей и рисунков на любой вкус потребителя. В большом ассортименте постельное белье, мягкие удобные подушки, одеяло с натуральными наполнителями, покрывало, полотенце, кухонный текстиль, трикотажная одежда для всей семьи. Материалы используются у нас натуральные. Это хлопок в основном, представлен в бязи, в сатине, в поплине, в сице. Все это хлопчатая бумажная ткань. У нас качественный товар, у нас натуральные ткани, у нас российские производители. Так что приходите, поддерживайте, смотрите, приобретайте. Постельное белье представлено как в комплектах, так и отдельно. Можно купить наволочки, просто не пододеяльники. Размерный ряд широкий, евро в том числе. Есть и красивые подарочные наборы. Привлекает покупателей возможность не спеша определиться с покупкой, выбрать недорогое, качественное и все, что действительно необходимо для дома. Здесь выбор больше, качество лучше, обслуживание, есть где посмотреть. Доступно по сравнению с магазинами, конечно, это здесь доступнее. И выбор хороший. Текстиль от ивановского производителя отличается не только качеством, что, конечно же, самое важное, но и эксклюзивностью, стилем, изысканностью и современностью. Ярмарка текстилей из Иваново работает с 10 утра до 19 часов. До 22 октября в выставочном центре Моркорда на улице Несеборская, 16. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Каждая женщина хоть раз в жизни должна позволить себе купить шубку. Дорогую или не очень, неважно. Тем более, что сегодня у сочинок есть шанс приобрести качественную вещь по сравнительно низкой цене. Свои модели на курорт привезла Пятигорская фабрика Аделина. Легкий, пушистый, мягкий и теплый – это все мех. Он может быть разным, но в данном случае неизменно одно – качество выделки. Фабрика Аделина представила в Сочи широчайший ассортимент моделей. И все по демократичным ценам. Мы привезли норку, мутон, каракуль, нутрию, стриженную нутрию, премиум класса овчину привезли. Норка у нас начинается от 40 тысяч и выше, мутон от 10 тысяч, нутрию от 30 тысяч, каракуль от 45 тысяч рублей. Также у нас представлено качество Black Naffa, Black Lama. Они будут стоить от 140 тысяч рублей. На все модели возможны скидки до 50%. На отдельные экземпляры скидка может достигать и 60. Определиться с выбором помогут опытные продавцы-консультанты. Они же подскажут, как правильно ухаживать за мехом. В современном автоледе фабрика Аделина предлагает не отказываться от женственных шубок. Тем более, что в этих моделях учтены все нюансы. Есть 7 восьмых рукав, есть 3 четверти, есть 75 сантиметров длина, есть с капюшоном, есть без капюшона. Также есть модели, где рукав у нас отстегивается на замочке. Также это очень удобно. Называется трансформер. Несомненное качество всей продукции подтверждают сертификаты. Все изделия соответствуют не только новейшим модным тенденциям, но и высоким мировым нормам и требованиям. Выставка ярмарка «Шуба для вас» – это отличный шанс приобрести подходящую верхнюю одежду или сделать близким достойный подарок. Ярмарка развернулась в выставочном центре на улице Несебрской. Сделать покупку можно и в интернете на сайте «Шуба для вас». Галина Моисеева, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Воронежский фермер снова представит в Сочи свои деликатесы. Предприятие позиционирует себя как домашнее фермерское хозяйство и производит сыры и колбасы. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало – все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке «Православие» в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоками, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры, сулугуни, копченый, брынза, сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту с чесноком, вымоченное в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. Запах, аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции «Воронежского фермера» притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Вообще, компания «Воронежский фермер» на рынке сырных колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Познакомиться с продукцией, заключить договоры или просто приобрести к столу колбасы и сыры компании «Воронежский фермер» можно на выставке «Православие». Она откроется 18 октября в отеле «Жемчужина». Осень. Самое время позаботиться о своем здоровье. Целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Рыбная продукция будет представлена на православной выставке-ярмарке, которая открывается во вторник. На этот раз «Рыбак Камчатки» предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно в павильоне «Рыбак Камчатки» с 18 по 23 октября в Гранд-отеле «Жемчужина» по адресу улица Черноморская, 3. И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до свидания.